Уважаемые коллеги, позвольте вам представить доклад на обозначенную тему. Это раскрытие моей информации. Множественная мелома, как мы хорошо знаем, это клональные опухолевые заболевания, характеризующиеся рецидивирующим течением. Заболевания, характеризующие значительную генетическую нестабильность и гетерогенность, которые приводят к селекции отдельных опухолевых клонов в процессе лечения. То есть минорный клон постепенно становится доминирующим, а возникающий рецидив все более агрессивным. Более того, наблюдается развитие невосприимчивости популяции опухолевых клеток к целому ряду используемых лекарственных препаратам. В начале 2000-х годов с появлением новых лекарственных препаратов бротезомиба, линолидомида мы наблюдали существенный прогресс в лечении больных множественной меломы, но потом оказалось, что к ним возможно развитие устойчивости, резистентности. И появился термин «двойная рефрактирность». Мы знаем, что это достаточно сложная группа больниц, которая существенно снижается, общая бескресинная выживаемость. Ну, следующее поколение лекарственных препаратов – появление моноклональных антител и снова существенный успех. Ну, теперь выясняется, что вот уже появляются пациенты резистентны не только к ингибиторам протасом, не только к иммуномодуляторам, но и моноклональным антителам, к анти-CD38 моноклональным антителам. То есть речь идет о тройной – триплорефрактирности – это еще более сложная и еще более неблагоприятная группа больных, у которых достаточно низкие показатели и беспрессивной, и общей выживаемости. Что мы сегодня знаем о этой категории больных? То, что, в общем-то, нет стандарта терапии, которую мы можем успешно применять при пациенте с триплорефрактирностью. И поэтому, безусловно, необходима разработка каких-то новых лекарственных препаратов, новых лечебных подходов. Это опция, которая сейчас используется при тройной рефрактирности, то есть при рефрактирности к ингибиторам протасомы, иммуномодуляторам, анти-CD38 моноклональным антителам. Вы видите, что рекомендуется. Селиноксор в комбинации с дексиметазоном. И вы видите исследование второй фазы с тором, согласно которому частота общего ответа 26%. Медианно-беспрессивно выживаемость всего лишь 3,7. Общие 8,6. То есть очень низкие показатели в этой тяжелой группе больных. Следующий препарат, который используют, это белантамармофодатин. Это уже гуманизировано моноклональное тело против антигена, сожревание Б-клеток. Исследование DREAM-2 – это тоже, как и шторм, вторая фаза, где как раз отрабатывалась доза препарата. Наиболее оптимально была признана доза белантамада 2,5 мг на килограмм. Сюда вошли больные с рефрактированностью и к ингибиторам протосома, к иммуномодуляторам, к анти-CD38, к моноклональным антителам. И в целом больные, получившие 4 боли в линии предшествующей терапии. Но посмотрите на общий ответ. Он независимо от подрубок больных не более 30%. То есть, опять же, низкий ответ сопоставимый с результатами шторм. Медиан обестрессин в выживаемости 2,9, общий около 14 месяцев. То есть, опять же, мы видим неудовлетворительные результаты. Очень показательное исследование локомоциума. Это исследование реальной практики лечения пациента с рецидивирующей рефрактированной множественной меломы, куда вошли пациенты, получившие не менее трех предшествующих линии терапии, получившие ингибиторы протосомы, иммуномодуляторы, и CD38, антитила, то есть больные с рефрактированностью, и с двойной и с тройной рефрактированностью. Это, как вы видите, характеристика больных. Сюда вошли больные различного возраста. Медиана 68 лет, но диапазон до 89 лет. Больные стратифицированы по АСС-системе с наличием экстрамидулярного плазмацитом, получившие ранее экстрамидуалогенную. Некоторые больные, но в основном аутологичную трансплантацию с количеством предшествующих линий терапии 4, диапазон от 2 до 13. То есть тяжело предлечь на группу больных. И что очень важно, с наличием рефрактированности к ингибиторам, протосомы, иммуномодуляторам, моноклональными антителам и резистентность к трем препаратам практически у 74% больных. Резистентность к 5% около 18% и рефрактированность к последней линии терапии. Что они получали? Получали, в общем-то, такую стандартную терапию, то есть это ингибиторы, протосомы, это иммуномодуляторы, анти-CD38, моноклональные антитела, другие противопрепараты, в том числе уже даже и новые препараты, то есть ингибиторы БиСЛ-2, ингибиторы Митоза и Селиноксора. И посмотрите на результаты. Опять же мы видим очень низкое значение, всего лишь 29,8%. То есть при тройной рефрактированности пока нет эффективных подходов, которые могли бы, так сказать, достичь хорошего результата. Что еще важно? Ни одного строго полноответа. Полных только 0,4. Но это всего лишь один пациент. Медиана виспрефин-выживаемости 4,6%. Медиана общей выживаемости 12,4%. Кроме того, практически у большинства больных наблюдались нежелательные явления, причем более чем у половины это были тяжелые нежелательные явления. В результате около 8% больных скончались от нежелательных явлений. На этом слайде вы видите несколько исследований по оценке эффективности различных схем терапии. Различные схем терапии вы видите. Это обычная химиотерапия. Это корфилзамия, помолидомид в комбинации. Это анти-CD38, моноклональные антитела в комбинации. Это Селиноксор и даже уже бесспецифическое моноклональное антитело Теклексомаб. Теклексомаб и билантомат, о котором я говорил. Сюда вошли больные с тройной рефрактирностью. Видите, во всех исследованиях было в некоторых, даже все эти больные были с тройной рефрактирностью. Что общего? Общее то, что ответ, опять же, достаточно низкий в пределах 30%. Ну вот есть одна, кстати, выскакивающая цифра Теклексомаб. Результаты Мэджикс-Тека 62% отец. Но показатели беспрессионной выживаемости, опять же, во всех исследованиях очень низкие. Чуть более 4%, не более 5%. И такие же результаты низкие, полученные при оценке общей выживаемости. Единственное, что обращает на себя внимание, о чем мы сегодня будем говорить, это результаты картик лечной терапии, исследования карти ТЮД, где вы видите, опять же, куда вошли в основном больные с тройной рефрактирностью. И вот здесь-то, безусловно, фантастические результаты у такой тяжело предлеченной группы больных, а медианная числа линий предшествующей терапии составила 6, ответ составил 98%. Показатели двухлетней беспрогрессивной и общей выживаемости 61,74% соответственно. Поэтому на сегодняшний день, хотя выживаемость пациента заметно улучшилась, но исходы у пациента с тройной рефрактирностью, то есть с рефрактирностью к иммуномодуляторам, ингибиторам, протасома, моноклональным антителам остаются неутешительными. Ответ на стандартную терапию у этой категории больных не превышает в целом 30%. Медиана беспрогрессивной выживаемости около 5 месяцев, медиана общая около 12 месяцев. Поэтому, безусловно, необходима разработка каких-то новых режимов, новых лечебных опций. Благодарю за внимание.